Таджикистан Трудовые мигранты из Центральной Азии начали терять интерес к российскому рынку труда. Об этом свидетельствует анализ экспертов Института Гайдара и Ранхикс. Предварительно оценив миграционный прирост в 120-130 тысяч человек, пишет РИА Новости. При этом на 22% выросло число тех, кто захотел покинуть пределы России. Отмечается, что это худший показатель за последнее десятилетие. В документе говорится, что миграционный прирост в 2018 году самый низкий с начала 2000-х годов. Социологи связывают данные процессы с ослаблением курса рубля по отношению к доллару. Мигрантам попросту стало менее выгодно зарабатывать деньги в российской валюте. Сокращается число приезжающих на заработки из Украины и Узбекистана. Теперь жителям этих стран выгоднее работать в других странах, либо у себя на родине. Представитель киргизской диаспоры в России сообщил данным экспертам, что по его оценкам, если в 2019 году не произойдет укрепление курса рубля, то в России могут остаться всего порядка 30% от текущего числа киргизских мигрантов. Представитель узбекской диаспоры же считает, что около 40% мигрантов из Узбекистана сейчас решают оставаться им в России или уехать. Домой, с документами проблемы. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Правительство Таджикистана в этом году намеревается привлечь около 445 миллионов долларов, то есть около 25% от госбюджета 2019 года в виде кредитов и грантов от финансовых институтов. По информации Минфина, более 2,5 миллиарда сомони, 269,3 миллиона долларов из указанных средств составят кредиты. Размер грантовых средств составит более 1,7 миллиарда сомони, 180,4 миллиона долларов. Власти заявляют, якобы данные средства привлекаются для реализации государственных инвестиционных проектов, которые будут направлены на нужды населения. Напомним, что за последние три года государственный долг Таджикистана начал расти быстрыми темпами. И на конец 2018 года он составил 2,7 миллиарда 727 миллионов долларов. Таким образом, уже на протяжении нескольких лет режим Таджикистана, при утверждении ежегодного госбюджета, возлагает надежды на предполагаемое получение кредитов и различных грантов, не думая, каким образом будут погашаться эти долги. Ведь именно посредством кредитов и продажи недр Таджикистана режиму удается маскировать как свою полную несостоятельность в плане экономической политики, так и длящиеся уже более 25 лет перманентное ограбление государственной казны. Следует отметить, что ислам категорически запрещает любой вид процентного кредитования, как запрещают и иностранные займы, которые являются значимым инструментом экономического колониализма. Таджикские депутаты отправились в Россию, чтобы донести послание Рахмона таджикским трудовым мигрантам, находящимся в России на заработках. Депутаты Нижней палаты парламента Бахтовар Сафарзода и Хокимджон Холикзода приехали в Россию, чтобы ознакомить таджикских трудовых мигрантов с содержанием очередного послания Рахмона. Депутаты провели встречу с таджикскими трудовыми мигрантами в московском торговом центре «Южные ворота». Пишет Азия+. Представители Рахмона подчеркнули, что сегодня нет необходимости выезжать за границу для получения исламского образования. И сказали, что в Таджикистане созданы все условия для получения исламского образования. Депутаты, однако, не уточнили, о каких конкретно условиях они говорили. С учетом того, что на 9 миллионов населения Таджикистана в стране не существует ни одного медресе, а мечети закрываются одна за другой. По требованию властей, естественно. По итогам всех встреч, которые провели депутаты в Москве, таджикским трудовым мигрантам были розданы, изданные недавно в Душанбе брошюры с текстом послания президента Таджикистана парламенту республики от 26 декабря прошлого года. Причем, по мнению наблюдателей, мигранты отнеслись весьма скептически к мероприятию и выразили полнейшее безразличие к данному посланию Рахмона, как и в принципе к любому иному его действию или заявлению. Редактор субтитров А.Семкин